Привет, ковбой и все новоиспеченные граждане Эвойсии. Мое имя Эвойсвар Эребус, желтое пламя, пляшущее на курганах стримов. И первым делом хочу поздравить вас с преодолением первой половины года, посвященному Ведьмаку. Правда, с небольшим опозданием, но да ладно. Многие помнят, что после нового года в одном из подкастов я назвал этот год годом Ведьмака, в рамках которого мы должны выполнить определенные планы и задумки по разбору тех или иных игровых и книжных моментов на канале. Пришло время подвести небольшие итоги и озвучить дальнейшие планы на вторую половину года, чтобы и у вас, и у меня было понимание, что делать и чего ждать на канале. Одной из первых задач, которые я озвучил в начале года, было необходимость пройти все три Ведьмака, чтобы все, кто не смог в свое время познакомиться с этой вселенной, начиная, собственно говоря, с меня, смогли это сделать благодаря прохождениям и общей кампании. На текущий момент мы уже прошли полностью первую и вторую части Ведьмаков, а третья в активной стадии прохождения. Я уверен, что до конца года мы не только ее пройдем полностью, на что у нас уйдет еще несколько стримов, но и успеем рассмотреть и оценить еще несколько интересных глобальных модификаций, а возможно даже начать неторопливое каноничное прохождение. При этом, благодаря прохождению первой и второй части Ведьмаков, у меня открылась возможность сделать несколько роликов, посвященных именно им. Например, начиная от классических обзоров и мнения по игре, заканчивая кратким пересказом событий игр, для тех, кто не может позволить себе посмотреть прохождение или пройти их самому. Но это пока еще в планах на остаток этого года. Также в течение года я планировал прочитать все книги по Ведьмаку, с чем успешно справился. Причем за гораздо более сжатые сроки, чем планировал, так как история меня затянула и все книги были запойно прочитаны. Тем, кто не читал, советую, так как книжная основа и история, описанная на страницах романов, позволяют более глубоко понять вселенную Ведьмака, взаимоотношения персонажей между собой, мотивацию отдельных личностей, а заодно, лично мне, добавить новых лорных видео на канал. Одной из важнейших составляющих моего канала являются билды, что неоспоримо. И несмотря на то, что на текущий момент мы уже успели разобрать 35 билдов и самые интересные базовые споты, нам предстоит попробовать еще около 10 билдов минимум, среди которых каноничные и сильнейшие билды Кота, Грифона и Мантикоры, а также 3 идеальных билда на Фехтовальщика, Мага и Алхимика, плюс несколько необычных билдов, где мы попробуем поиграть с ведьмачьими техниками и особенностями боя, будь то реген хп, адреналин, максимальная атака, ну и так далее. Помимо прочего, у нас есть огромный блок обзора модификаций на Ведьмак 3, которые не перестают выходить даже сейчас. В планах сделать единичные обзоры на глобальные модификации, которые вы у меня давно просите, которые мы с вами сможем предварительно даже разбирать на стримах, и после чего я буду выпускать по ним видео. Так и разбирать комплексные модификации, объединенные единой тематикой, например, моды, посвященные Геральту или Цири и так далее. Ну и наверное, это и есть основные направления по Ведьмаку, которые у нас сейчас стоят в приоритете, и которые хотелось бы успеть рассмотреть до конца года. Это интересные лорные моменты по книгам и играм, билды с разбором философии битв, модификации для Ведьмак 3, позволяющие по-новому взглянуть на игру, и некоторые видео об особенностях самих игр. При этом окончание года Ведьмака в конце 2017 года не означает, что видео по нему больше не будут выходить. Просто к тому моменту я планирую встроить в повествование канала новые интересные миры. Впрочем, их встраивание будет происходить уже сейчас. Ведь перед тем, как разбирать эти миры, необходимо на них для начала посмотреть. А потому параллельно с Ведьмаком на стримах мы начнем прохождение другой игры, не менее замечательной и интересной, и, что самое главное, чертовски горячо мной любимой. Но об этом немного позже. А потом еще одной. Ну и так далее. В ближайшее время в группе ВКонтакте создам обсуждение, где напишу свое видение, порядок изучения вселенных и их последующего прохождения. И, кажется, я забыл упомянуть еще об одной очень важной вещи. А точнее, о четырех важных вещах. Сериал о Ведьмаке от Netflix, Киберпанк 2077, Гвинт и Ведьмак 4. Все эти четыре темы входят в крупные ближайших интересов. И если с сериалом и новыми играми от Рэдов все понятно, они пока еще в рамках наших фантазий. Что-то ближе и реальнее, что-то дальше и пока маловероятно. Но вот Гвинт вполне реален. Я бы хотел окунуться в его атмосферу. Но пока не знаю, как именно это сделать. Так как есть ряд сложностей. Также, если у вас есть какие-то пожелания, интересные темы для роликов или предложения по тому же Гвинту, вы всегда можете написать их в комментариях, хотя бы под этим видео. В группе ВКонтакте, по первой ссылке в описании. Или даже мне в личку. В зависимости от их интереса, я постараюсь их реализовать. Ну а сейчас, на повестке дня, Эвойсия или Империя Голоса и Игр. Во главе которой пока находится еще не коронованный правитель Эвойс Вар Эребус. Эвойсия это организованное движение самых преданных, постоянных и интересных зрителей моих видео и стримов. Новосозданная Империя образовалась во время стрима по Lineage 2 на позапрошлых выходных. Первичная цель Эвойсии это идентифицировать в рамках структуры Империи самых постоянных, преданных и интересных зрителей канала, наградив их имперским титулом в зоне ответственности, внеся в реестр и чертоги закрытого обсуждения судьбы Империи. В будущем, с целью сделать из нее функционирующее боевое подразделение для выполнения оперативных внутренних нужд Империи. Правда, есть одно но. Кажется, Империю уже успели развалить. Причем, буквально за пару дней. И сейчас Эвойсия функционирует только в рамках тайного общества главных заговорщиков, которому даже у меня доступа нет. А для отвода глаз был создан общий чат для всех подписчиков группы ВКонтакте. В чатик можете вступить в любой желающий, о чем и говорит закрепленный пост. А вот насчет главных заговорщиков, ну, надеюсь, они там не восстание готовят. И в следующих видео и стримах вы все еще будете слышать именно мой голос. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, увидимся в новом видео. Но на этом пока. Всем пока-пока.